У меня вопрос, вы когда-то говорили, но не могу найти, вредно ли загружаться прочитанной книгой или просмотренным фильмом? Да, вредно. Дело в том, что человек, он устроен по принципу осознания себя, самости. Человек должен всегда находить в себе состояние внутреннего комфорта. В случае, если вы посмотрели фильм, и этот фильм вас загрузил чем-то, вам понравились герои, понравилось событие, вы думаете об этом дальше, это говорит, что этот фильм является вторжением в вашу индивидуальную внутреннюю самость. Такая внутренняя самость, она человеку очень необходима. Каким образом она необходима? Когда человек, допустим, ругается с кем-то, то после того, когда он поругался, ему необходимо успокоиться. Когда он ощущает в середине себя себя настоящего, а он настоящий, это спокойный, ровный, теплый человек, то он успокаивается быстрее. В случае, если такая самость не находится, то вот этот процесс успокоения у человека, он может быть заметно дольше. Я в своей жизни встречал людей, которые обижались по 7-8 лет. То есть они не могли себя осознать, не могли найти свое внутреннее врожденное чувство персонифицированного контроля и самости, или можно по-другому назвать его спокойствия. То есть они не могли найти вот это внутреннее состояние комфорта. Обычно в случае, если мы как эзотерики развиваем себя, то прежде всего, а я это объясняю в первой бесплатной ступени, что мы должны найти в себе вот это внутреннее состояние постоянного нашего комфорта. Находясь в этом состоянии комфорта, мы в дальнейшем можем находить в нем состояние прибежища. То есть как бы мы не были взволнованы, как бы мы не были подвержены стрессовой ситуации и так далее, мы можем находить прибежище и черпать силы из вот этого состояния внутреннего комфорта. Я его еще по-другому называю состоянием самости. Именно поэтому я к этому вас и подвожу. Старайтесь, если вы такие фильмы смотрите, они влияют на ваш внутренний мир, старайтесь такие фильмы эмоционально не смотреть, так как такие фильмы могут сделать вас более беспокойным человеком. И у вас могут быть затяжные такие процессы психологической адаптации. Вы все дольше и дольше будете успокоиться, и это может в дальнейшем повлиять на то, чтобы у вас развились очень какие-нибудь негативные состояния психики или даже развилась там синдром психический или даже заболевание психическое. Ольга Загородюк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как сохранить для глубокой старости рассудок, память, как достичь мудрости? Для того, чтобы человек сохранил свою память и рассудок, человек должен понимать, что он должен жить настоящим моментом. Настоящий момент – это очень важный элемент в жизни человека. В случае, если человек начинает все время погружаться в прошлое, вспоминает какие-либо события прошлого, тянет все время в прошлое. В случае, если человек забывает себя, как бы не осознает себя, не воспринимает, а как это осознавать себя. Мы осознаем себя более-менее в тот момент, когда мы видим то, что вокруг нас происходит. В этот момент мы это воспринимаем, то есть мы нашли себя. В случае, если мы смотрим фильм, в случае, если мы, допустим, едим, в этот момент мы очень часто можем и не ощущаем пищу, чем-то заняты, наши мозги активно работают над решением какой-то проблемы или задачи, то в этот момент мы не осознаем себя, мы не живем своей жизнью. Особенно сильно человек теряет себя и в этот момент очень быстро стареет в случае, если он без конца вспоминает те события, которые были раньше. Вообще могу сказать, что опрашивая в свое время большое количество людей, больных туберкулезом, потому что работал в этом направлении, я убедился в том, что очень часто люди, у которых есть в преддверии онкологическое заболевание или в преддверии есть туберкулез, или заболевание тяжелое легких, или даже аутоиммунное какое-либо заболевание, там склеродермия, волчанка или еще что-то, очень часто в преддверии этого всего начинается психологическая трудность или психическая трудность в том, что человек перестает воспринимать информацию и даже когда с этим человеком разговаривает то он не понимает эту информацию сразу он как бы вспоминает что ему говорят и после этого делает как бы как бы все время черпает ее из прошлого это люди которые обычно живут через призму прошлых лет их жизнь она связана с бесконечными воспоминаниями с бесконечным ковырянием в прошлом опыте они все время живут именно этим вот такие люди они скорее всего не вас не могут пользоваться своим сознанием оперативным настоящим и это сознание со временем портится почему просто сознание должно работать все время в системе онлайн а наши идеи которые мы себе ставим и начинаем о них мечтать заносят нас в мир иллюзий в мир мечтаний что ухудшает наше оперативное восприятие мира наше восприятие себя и конечно же прошлый опыт и воспоминания прошлого заставляет нас тоже нырять или погружаться совершенно в другой мир это мир прошлого или мир иллюзий прошедших дней и конечно же это все забирает у нас самоснасти забирает или разрушает нашу оперативную ту память которой мы пользуемся или должны пользоваться онлайн ухудшает наше восприятие информации которые мы должны были бы получать и конечно мешает нам воспринимать информацию мешает нам запоминать информацию мешает нам более активно переваривать такую информацию которую мы получаем в виде потока онлайн поэтому не думайте о прошлом не задумывайтесь особо о будущем старайтесь жить в состоянии восприятия настоящего момента я когда-то давал даже практику такую и раз популяризировали сейчас в тик токе один из знаменитых блогеров это практика с резинкой когда человек начинает нырять в прошлое начинает думать о том что еще не произошло ему необходимо брать резинку и ударять себе этой резинкой а запястье для того чтобы у него происходил процесс все-таки осознание своей жизни очень рекомендую произносить себе такие слова я вижу этот лес и я вижу эти деревья я вижу эту весну и потом перейти к состоянию вернее к восприятию когда человек говорит я не только вижу еще и радует что это вижу таким образом увеличивается ценность жизни и так далее я очень часто говорю людям которые зарабатывают немного то есть они могут говорить допустим андрей андреевич почему я зарабатываю мало я говорю о ценности жизни обычно мы зарабатываем если так механически или математически смоделировать нашу судьбу то она условно выглядит так часть жизни мы проводим во сне часть жизни под мы подготавливаемся к тому чтобы работать и часть жизни мы работаем и тут такой вопрос зачем мы работаем а мы работаем для того чтобы нам за эту работу заплатили определенную сумму денег таким образом можно сказать что эта сумма денег является временем или частью нашего проведенного времени ли подаренной нами жизни и является стоимостью вот этих заработанных этих денег и тут же такой вопрос появляется можно ли каким-либо образом увеличить такую стоимость и по моему мнению да можно увеличить каким образом необходимо в своей жизни включать некое понятие эстетизма то есть становиться человеком более эстетичным чем более фанатичным то есть становиться человеком которому нравится живопись которому нравится музыка которому нравится семья которому нравится окружающий мир который живет осознавая ай когда человек осознает тот мир в котором он живет то этот мир должен этому человеку но если человеку все время в его жизни ничего не нравится то можно ли этому обучиться конечно у нас есть некая функция такая добровольного выбора восприятия это восприятие мы можем себе диктовать то есть это как как судести или как внушение то есть мы можем говорить я счастлива того что я жив я счастлив потому что мне нравится природа я счастлив и мне нравится там то что сейчас я здесь нахожусь я рад от того что я с семьей я рад что он у нас тепло то есть находить и ставить акценты которые акцентируют появление в настоящей жизни каких-то позитивных как я говорил самом начале переводящих человека в инское состояние позитивных вот таких позитивных вибраций можно сказать можно так их назвать или скорее всего оптимистических возможно вот таких оптимистических оптимистического восприятия данного мира и так далее таким образом можно сказать что если человек изменяет свою жизнь фактически увеличивая ее стоимость которая зависит от того огорчен он или восхищен то в случае если у него много радости много восхищения и много счастья он живет настоящим моментом то несмотря ни на что стоимость его жизни по необычным и непонятным причинам скорее всего будет увеличиваться это может быть таким образом человек и выиграть может может быть такой человек может изменить свою жизнь из-за делового предложения придут умные мысли возможно появятся силы для того чтобы заняться предпринимательской деятельностью и так далее вот таким образом это все работает